В первую очередь хотел бы поздравить ребят и болельщиков, всех людей, кто переживает за нашу команду. Сумасшедший матч получился. Понимали, что Астана очень дефицитированная команда, что будет очень сложно. Но я горд за ребят, очень рад, также и рады ребята. То есть раздевалки всех поздравили, к каким областям зашел. Для нас это оценка нашего труда. Спасибо за поддержку сегодня, была сумасшедшая поддержка здесь. Лучшая в этом году, по крайней мере. Играли, наверное, с лучшей командой. Поэтому, как и предполагалось, Астана очень сильный коллектив, команда, которая постоянно играет в Еврокубках. А у нас, с нашей стороны, нам все играют с большим трудом, тем более играя с чемпионом действующим. Но мы рады и счастливы и горды, что добились ничьи, тем более уже компенсированное время таким красивым ударом. То есть и доволен содержанием игры, то есть планом на игру. Да, первый тайм получился немножко сумбурный. Что-то не получалось, но в перерыве хорошо поговорили, очень спокойно донесли до ребят. И изменения, они видны на лицо. И, конечно же, тоже хотел бы отметить ребят, которые вышли на замену. Они, по сути, изменили матча. Это и есть самое главное для тренера, для команды, когда есть не 11 человек, а 20. То есть все, кто в заявке. То есть сегодня общая победа. И мы очень рады. Спасибо. Вопросы, Кали, есть? Первый тайм, сами отметили, не совсем получалась игра, была сумбурная. Соперник выглядел явно как хозяин положения. Вот это с чем именно связано? Это класс Астаны или же какой-то страх в GPS? Тут в большей степени, конечно же, класс Астаны. Изменения были в составе. Я считаю, что качество добавил в игре и Маевский, и Мужиков. То есть, это мое мнение. То есть команда хорошо контролировала мяч, создавала моменты. В принципе, конечно, Астана могла решить в первом тайме. Но тем и прекрасен футбол, что игра длится 90 минут. И не всегда кто играет лучше, тот побеждает. Ну и чувствовала скованность. Ребят, конечно, что-то не получалось. Все-таки давление, играя просто чемпиона, оно естественно. Ну, перебороли себя. То есть это уже очень хорошо. Вы отметили, что замену усилили игру. Абсолютно согласен. А с каким заданием на поле выходил Сапар? Ну, мы знаем его сильные стороны. То есть человек очень хорошо играет на мяче, когда с мячом. То есть он хорошо развивает атаки, выбирает правильное направление. Он как бы нестандартен в определенных ситуациях. Ну и я думаю, что все это заметили. Как раз этой нестандартности нам не хватило. Не факт, что человек играл бы с первых минут, и была бы ситуация такая же, то есть с первых минут. Я считаю, что и соперник подустал немножко, и именно креативность Сапарова, она нам помогла улучшить качество игры. Перед забитым голом вратарь Багинский подбежал к стоянущу Жумахану, и что ты сказал? Не знаете, что он говорил? Честно говоря, не знаю. Но я думаю, что он сказал, что нужно биться до конца, приложить все силы и попытаться зацепиться за ничью. То есть это получилось, но мы очень рады еще раз повторяем. Уверенная игра Багинского сегодня для вас откровение, или вы определенно были уверены к нему? Вы знаете, Ярик, кто не знает, получил серьезную травму, очень долго восстанавливался. Мы знаем его сильные стороны, то есть он довольно-таки опытный вратарь, тем более он местный, любимец публики. Что ему придало? Уверенности, такой сложный матч с чемпионом. То есть, естественно, я бы назвал его лучшим игроком матча. Все согласятся с этим. Поэтому он очень хорошо работал, как и все в принципе вратари. Есть здоровая конкуренция. У нас три вратаря, то есть равноценных. Поэтому проблем никаких не вижу, и за позицию номер один я совершенно спокоен. Последние минуты, еще до забитого мяча, команда создавала несколько хороших моментов для взятия ворот, но при этом делала это не путем какого-то там навала, а именно были такие осмысленные комбинации, очень красивые, размашистые, быстрые. Что вот ребят удерживало от этого соблазна, просто набрасывать мяч в штрафную и надеяться на... Все очень просто. Мы эти навалы не тренируем. И в большей степени они спонтанно получиться не могут. Тоже для меня такое откровение, что до последних минут, несмотря на то, что проигрывали, мы не сбились на этот навал. Не потеряли качество. Да, не потеряли качество, а старались до последней секунды делать то, что мы делаем на тренировках. И к счастью нам это удалось. Естественно, тут сказалось индивидуальное мастерство. То есть Милана Стояноча, который бьет шикарные штрафные, он ежедневно на тренировках забивает по два, по три. Мы понимали, что если будет шанс, у нас есть и Жумаханов, он тоже шикарно исполняет. Поэтому для нас такой стандарт – это преимущество и возможность забить. Андрей Владимирович, все-таки первый тайм был, как вы говорили, очень блеклый. Но это нестандартно для команды такого ранга, как у Криспеса, прижимать соперника, чемпиона к воротам. Последние 10 минут буквально у штрафной проходили Астаны. Благодаря чему удалось вот так команду подвести? Тут однозначного ответа, наверное, не будет. Я думаю, что и соперник по каким-то причинам прижался к своим воротам. И ребята почувствовали, наверное, что могут. Игра получалась, в принципе. Опять же повторю, за счет того, что мы тренируем на тренировках, в принципе, быстрые развороты, вход, те качества, которые есть, у ребят, они использовали, и это получалось. И никто не хотел отказываться от той игры, которая приносит, в принципе, результат именно по качеству. И по счету было. Ну, сумели забить. Очень важный был. Заметно, что сорвали голос, это следствие празднования гола? Ну, вообще, это, в принципе, постоянно происходит. Но сегодня, конечно, как сложился сценарий матч, то есть эмоции очень много выплеснули, и, конечно же, да, и радовались, и подсказывали. Плюс, конечно, то, что много болельщиков было, очень сложно было что-то докричаться, да, подсказать. Все равно необходимо, и хочется корректировать по ходу матча какие-то ситуации, действия игроков. Поэтому нормальная ситуация.